На прошедших в Намангане новои сессиях областных кингяш и народных депутатов обсуждался ряд важных вопросов касательно рационального использования водных ресурсов и смягчения последствий их нехватки, получения богатого урожая сельхозкультур. Как известно, в ходе недавнего видеоселекторного совещания под председательством главы государства было объявлено, что период с 1 июня по 1 июля будет ударным месячником, который обеспечит успешный сбор урожая. Помимо народных избранников, в сессиях приняли участие специалисты сферы, руководители секторов, представители СМИ. В ходе сессии новои северного областного кингяша народных депутатов детально обсуждались задачи, стоящие перед местными депутатами и общественностью. Они связаны с получением в нынешнем году хорошего урожая, его сбора без потерь. Отмечалось важное значение имеет эффективное использование водных ресурсов, рациональный полив посевных площадей, в том числе отведенных под хлопчатник. В настоящее время в 319 фермерских хозяйствах Новбахорского и Канемехского районов области на более чем 8000 гектаров земли используют кластерную систему. Она применяется и в 932 фермерских хозяйствах Карманинского, Козелтипинского и Хатарчинского районах. В процесс переработки сельхозпродукции активно внедряются инновационные идеи и решения. Первоочередное внимание уделяется использованию современных водосберегающих технологий. Так, в Новбахорском районе с целью экономии воды с использованием метода гидрогеля засеяно почти 1000 гектаров земли. Для фермерских хозяйств закуплено дополнительно 120 дизельных насосов, 20 насосов марки ЭЦВ, а также современная сельхозтехника, запчасти, лабораторное оборудование на более чем 34 миллиарда сумм. В кластерах в сферу внедряются передовые информационно-коммуникационные технологии, осуществляется мониторинг работы фермеров, своевременно устраняются недостатки и проблемы. Прозрачность фермерской деятельности помогает обеспечивать интернет. Участники сессии заслушали обращение Совета фермерских, диханских хозяйств и владельцев приусадебных земель. Кроме того, создан штаб по рациональному использованию воды с мягчением последствий ее дефицита, формированию гарантированного урожая хлопчатника. Такие же штабы будут созданы в районах. Также за каждым районом закреплены группы по обеспечению избутатского и общественного контроля. Вопросы ресурсов сбережения успешно решаются на Манганской области. Свыше 30% пассивных площадей орошаются при помощи насосов. Поскольку ожидаемые уровни воды в реках Нарын и Карадарья составят 80-85%, могут возникнуть трудности с орошением в сезон вегетации растений, отмечалось участниками сессии. Решением этой проблемы станет использование водосберегающих технологий с целью удержания влаги в почве, проведение полевых работ одновременно с внесением удобрений, создание соответствующих условий труда для работников, занятых в этом процессе. При этом ответственность за весь комплекс запланированных мероприятий возлагается не только на фермеров, но и на должностных лиц. В ряде законодательных актов определена ответственность за нарушение использования водных ресурсов. Статьи 74 и 75 Административного кодекса подразумевают применение штрафа за такие нарушения. Аналогичные действия строго караются и в соответствии с Уголовным кодексом. За пять месяцев текущего года нашей инспекции зафиксировано 30 случаев таких нарушений. По отношению к виновникам приняты административные меры. В ходе проверок, проведенных специалистами агропромышленной инспекции, 2-3 июня выявлено 43 случаи нарушений установленных норм использования водных ресурсов. Сравнение этих показателей свидетельствует о недостатках в работе инспекторов областного управления инспекции и требует усиления контроля за реализацией поставленных задач. В работе сессии, организованной в формате видеоселекторного совещания, также приняли участие члены обеих палат парламента, возглавившие рабочие группы, созданные в разрезе районов. Мы должны обеспечить качественный контроль за рациональным и адресным использованием водных ресурсов. Предполагаем широкое применение так называемого чувского метода орошения, при котором происходит полив площадей с использованием коротких арыков. Немаловажным является создание гидропостов, обеспечение их эффективной деятельности. Это поможет решить вопросы ремонта и обслуживания насосов, очистки сооружений. В осуществлении намеченных задач теперь особую роль сыграют и депутаты местных кингашей, и члены двухпалатного парламента. Они будут вести совместную деятельность в составе рабочих групп и оказывать практическую помощь фермерам и дехкамам. По итогам сессии было принято соответствующее решение. Продолжение следует...